Всех приветствую, мои родные, любимые, христолюбчики, братцы и сестры во Христе и все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю счастья, блага, радости, мира, терпения в души ваши, в дома ваши, в семьи ваши, во все сферы жизни вашей. Сегодня поговорим теперь еще и о цирке. Какое еще может быть зло больше зоопарков? Цирк. Если честно, я вам расскажу свою историю. Ну, естественно, в детстве тоже водили, наверное, в цирке. Я что-то не помню ни одного. Ну, знаешь, что водили, естественно, в школе, наверное, даже водили, там, как от классов или еще как-то. Но уже в зрелом возрасте, буквально за пару лет до покаяния свой, то есть лет 25 мне было девушкой, потом мы с ней жили как раз. Ну, еще тогда так только встречались. Она мне, у нее была дочка 3-4 года, где-то так, ну, от первого брака. И она пригласила меня в цирк, типа, хочешь, поехали, билеты есть. Вот, вместе сходим. Я говорю, ну, поехали. Вот мы троем поехали в этот цирк. У меня было самое негативнейшее впечатление, как и всегда. Это было все до покаяния. Вот я ничего не помню, я не помню ни клоунов, там же все было, естественно, это же цирк. Вы знаете, я запомнил, как вот такая вот, я сейчас вот так вот покажу, вот такая вот здоровенная, не знаю, как показать, бегемотиха. Я вживую ее говорю, может, ты видел когда-то еще? Я говорю, водили там родители в детстве, наверное, куда-то в цирке, а уже мало чего помню. Это просто громенное животное, действительно, барнебойное такое. Она, знаете, такое ощущение было, что она и бегемотик, ее сынок или дочка, я там, не знаю. И их заставляли, вот они ноги ставят или лапы, как это, на край, знаете, да, арена, она же по кругу, все. Ну, и они, типа, скачут, типа, ногами по этой, по полу, задними лапами, а передними, типа, поэтому вот они там как-то по кругу. Я уже всего не помню, но этот момент я запомнил. Мы сидели чуть ли, по-моему, тоже или на первом, или на втором ряду. Вы знаете, такое ощущение было, что она даже не по кругу, как бы, скажем так, по диаметральной так скакала, а как будто она сама в середине стояла, знаете, как стрелки часов, потому что она настолько была здоровой. Ну, или он, я не знаю, бегемот. Ну, походу, бегемотиха была, потому что рядом-то был, наверное, детеныш. Именно поэтому их так в паре все это делали. Она была нереально большая. Я вот и в живую игру вот так вот действительно смотришь, как говорят, что все думают, что там лев, царь зверей, да? Вот, не знаю, говорят, что бегемоты в Африке царями, зверями, потому что их вообще никто не победить не может. Их даже, их ни крокодилы не берут, ничего, них ни прокусить не могут. Там нереальная просто броня. Там у самих у них нереальная эта челюсть, да, все это, зубы. Вот, вы знаете, я смотрел вот на нее, как вот она все это ее погоняет. Я вот понимаю, ей это надо вообще. Я же вижу все это. Вы знаете, чистый человек, хотя и был грешником, как это говорят, до покаяния. Но почему я и привожу в этом пример, что любовь к животным – это даже не христианство. Это обычная человечность. Я понимал, что ей вот это бегание на этот ор и крики публики, овации бесноватой толпы, включая детей бесноватых, ей это не надо. Вот я не зря такую картинку тоже, я стараюсь сюда говорящие выбрать. Вы знаете, я говорю, какое хуже зло, может быть, еще зоопарков, цирк. Там хотя бы они целыми днями, как говорится, лежат и хотя бы никто не трогает. Он лежит в этой клетке и только по кругу ходит. Тут еще заставляют какой-то ахиней, простите, заниматься. Вот это на что вообще похоже? Любая дрессировка, кто знает, она связана только с палкой. Их дрессирует только палкой. Хоть их и кормит, только потому, что понимает, что это срабатывает инстинкты. И просто видят эти реакции и на них играют. Основная дрессировка, кто знает диких животных – это палка. Это цепь, это палка, это побои и так далее. Это ломание воли животного, его психики, воли к свободе. Это происходит только так. Кто интересовался этими вопросами, а кто нет – поинтересуйтесь. Ничего доброго в цирках и водить туда своих детей ни в коем случае нельзя. Вы сами вкушаете это зло. Вы его спонсируете, проплачиваете и принимаете в себя. И в своих детях это запихиваете. Цирки – это зло. А особенно с дикими животными. Оно не хочет ходить по палке. Ему это не надо. Веселить бесноватую толпу. Это не заведенные игрушки. Это животные, Богом вложенные, такие же, как мы, чувствуют нереальной свободы. И в отличие от нас, они порой, может быть, даже не могут оценить, насколько ценным даром обладают. Лишение животного свободы – это лишение его Бога, лишение жизни, дара, данного ему Богом. Это богоборство. Это не то, что антихристианство, это античеловечное. Все, кто в этом участвует, участвуют в этом зле. Как я и говорил в других роликах, говорит, что я капля в море, я ничего не могу изменить. Это самообман. Это грех. Мир меняется с тебя. Царство небесное внутрь тебя есть. Это очень важно. Поэтому, знаете, я говорю, что тут еще говорить? Надо ли что-то говорить? Все цирки опять. Я, как я и говорил, не думайте, что такой тупой, ограниченный. Я в том ролике сказал, в этом отдельно скажу. Может, кто-то будет все-таки их случайно попадет где-то в интернете. Бог создал рай, мы все это прекрасно знаем. Там все, Эдемский сад был посреди рай, там все и дикие животные были в любви к человеку. И человек должен был их любить, но он этого делать не стал. Стал приносить их в жертву, стал убивать, поезжирать, веселиться, охотиться. От Бога это, конечно, нет. Но Бог, даже после грехопадения человека, творения вот именно зла этого, в том числе и любви к животным, оставляет нам отголоски этой любви. И есть животные, любящие нас, их называют домашними животными, несмотря на что. Я говорю, собака готова жизнь положить за человека, смотреть на него преданными глазами, даже когда он ее бьет по всем возможным местам, ногами и руками и палками, чем хочешь. Бог оставил нам не просто в какую-то внешнюю память, а в реальный вид, чтобы мы знали, что такое рай, что такое Демский сад, откуда мы свалились и к чему мы должны прийти. Поэтому я, конечно, не такой тупой, охраниченный, как многие думают. Я любой грех объясняю истиной, которая есть в любви, свободе и бессмертии. И вы знаете, понятно, что цирк это такое в общей массе, это зло. Эти цирки организуют такие же бизнесмены. Это просто вложение денег на них зарабатывают. Люди, которые работают в цирке, они не любят животных. Никто, я вам простой пример доказываю, ни один нормальный человек не будет работать там, как в зоопарке, потому что это ад для животных. Никто не будет слугой ада или работником ада. Ни один любящий животных человек. В цирке не будут нормальные, ни в обслуге, ни дрессировщики. Не будут работать, потому что там никакой любви нет, там ад для животных. И слугами ада, работниками ада нормальные люди быть не захотят. Любящие этих самых животных, как они говорят. А вот вы знаете, действительно, живой пример я приведу, кто знает, кто русскоязычный, хотя его знают и во всем мире, это Куклачев. Я даже фотографию не стал подбирать, мы все его знаем прекрасно. Вот кто знает его цирк, кошечки, вот это все, да. Вот живой пример и яркий пример тому, что делать, конечно, не в самом цирке. И не просто, а вот зло, вот грех, вот не делайте. Вот живой пример. Это государственный цирк или частный какой-то большой, нет. Это один единственный человек, и он реально любит этих кошек. Все знают его жизнь, она ни от кого не сокрыта. Это добрейшей души человек, причем, кстати, и к людям, кто знает, есть в интернете, посмотрите его уроки добра, уроки любви. Его любовь не на животных только сконцентрирована. Цирк его состоит из домашних животных. Кошки любят человека. Это огромная разница между дикими животными, вот тем же самым тиграми, кошками, казалось бы, и действительно кошками, которых Бог оставил нам, чтобы мы хоть, я говорю, не забыли это. Как это быть в раю? Он, да. Плохой это цирк? Нет. Он любит своих, он готов все свои деньги отдать. Он свою тарелку с ними делит. Мы все это знаем прекрасно. Мы знаем, как он их дрессирует. Посмотрите на это. Да, такие вещи можно. Во всем в жизни надо распираться. То, что его это жизнь, он веселит детей там, да, взрослых даже. Вот эти все шоу-представления, вот. Это же видно все. Заниматься самообманом, что он, ну я же не знаю, что там в этом цирке. Узнайте, узнайте. Вы знаете, соучастие в грехе от незнания, оно не освобождает тебя от ответственности. Это же видно. Я говорю, начните с того, что дикие животные в принципе не могут быть. Эти кошки, вы знаете, это всю разницу. Смотреть очень легко. Я в прошлом ролике рассказал о монахе. Я видел ролик в интернете в Болгарии. По-моему, где-то он там живет в каком-то заброшенном монастыре. Один или их там несколько. И вот с ним волк дружит. Или он с волком, или у них дружба, как хотите. Но этот волк не на привязи. И он его не порабощает. Он просто сам к нему каждый раз из леса приходит. Они гуляют. Он его подкармливает. Они там и веселятся, играются, и просто общаются. Он не на привязи. Цирк. Все дикие животные в цирке на привязи. У Коклачева кошки не на привязи. Они не в аду живут. Они не в клетках живут. Если он их там, ну понятно, для перевозки сажает куда-то, так и мы с вами вообще-то в маршрутке, в поезде, в самолете, в коробке едем. Порой тоже с решетками с какими-то там или ограждениями. Это нормально. Дело не в этом. Вы прекрасно понимаете. Поэтому распознать это очень легко. Ни один нормальный человек, бегемота, который, я говорю, в квартиру ни в одну не поместится, и даже в цирке, я говорю, который сам на пол этой арене жить не сможет. Комфортно и с удовольствием, и в радость этого. Никогда. Поэтому это все очень легко распознать, сказать, что, а, ну это вот ты же судишь. Да, вот каждый судите, как вы думаете. И тут очень легко чистым сердцем рассудить. Я говорю, дикое животное никогда не будет счастлива в квартире, в каком-то там маленьком частном доме. И сам факт, что вы его сажаете на цепь, на ошейник или в клетку, говорит о том, что уже никакой любви нет. Это уже не истина. Где есть ошейник, палка и клетка, это никакая не истина. Кошку почему-то я в частном доме не держу на привязи. Она сама ко мне каждый раз возвращается, хотя гуляет сама по себе. Та же самая собака от меня не отлипает. Она никогда в жизни не уйдет из моего дома. Она любит меня, мы с ней вместе, одна семья. Вот и все. Поэтому это все очень легко определить. И поэтому если люди есть какие-то и с домашними животными что-то устраивает, животные тоже любят игры. Если все это построено как у Кулачева на уровне игры, любви, развлечения. Он сам об этом. Вы послушайте, что он говорит. Он говорит, что я просто с ними играю. Они реально веселятся и получают кайф вместе с ним. Он никогда не злится, когда они его там, знаете, все равно хоп, бацана в другую сторону пошла. Он никогда не злится, это же видно. Он шутит, все это превращает в игру. Он клоун наполовину. Поэтому он все это превращает. Еще и в веселье, даже все вот это непослушание. Потому что не смысл в том, чтобы она исполнила идеально трюк. Человек здравый и это все видно. Я говорю, плюс не забывайте о том, что это нормальное домашнее животное. Они живут с ними из-под палки, потому что любят его. Вот и все. Это очень легко определить на самом деле. Поэтому когда начинать там, это только вы себе, если захотите. И причем это если вы захотите. Это, конечно, можно себе найти отмазы всегда. В Библии, в Писании, где-то еще в грехах другого человека. В своем незнании, невежестве или нежелании что-то узнать. Да, это можно всегда найти. Но сердца от вашего чистей не будет. Она будет в той грязи, в какой вы сами хотите. Так что вот так вот. Поэтому что мне сказать. Если вы посещаете все это, проповедуете, делитесь, там еще родственников зовете с детьми, подружку. Вот в такие цирки публичные, где диких животных держат в цепи на привязи и еще заставляют их вытворять неестественные для них вещи. Вы знаете, я такую картинку вроде живую. Ну, понятно, что она смонтирована, там этот ключик. Вы знаете, смотреть на бегемота в юбке, это просто смешно. Ну, там на этих медведей, на велосипедах катающихся. Это же ахинея полная. Им это не надо. Это просто смешно. Знаешь, это смотрится идиотски даже со стороны. Я говорю, это, знаете, это лишь мишура то, что мы видим. А что творится за кулисами? Узнайте. Если иллюзию нам еще могут создать какую-то, что им это хочется, посмотрите, что творится за кулисами. Я подразумеваю их содержание, их дрессировки, как это происходит, учительство и воспитание, сломание их воли, желание всего на свете, психики, свободы и так далее. Так что вот так вот. Не знаю, нужно ли что еще добавлять. Царство Божие внутрь нас есть. И мир меняется, когда меняемся мы. И начинать надо с себя ни на кого не смотря. Нужно так делать и об этом говорить. Мы ни в какое Царство Небесное не попадем, пока его не будет в нашем сердце. Иисус сказал, Царство Небесное внутрь нас есть. И это еще не христианство. Тут нечем не гордиться, ничего. Это нормально для человека. Это любовь. Мы обязаны. Господь сказал возделывать и хранить землю. И господствовать на дне. Что такое господин? Это попечитель, а не тиран. Это очень важно. Я даже не знаю, что еще прибавить. Знаете... Тут, по-моему, и так все без слов. No comments. Все и так понятно. Все, прощаюсь с вами. До встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok